Не цели ветру, не цели ветру, не цели для звезд. Сегодня на открытии выставки Елены Шарецкой присутствует и коллектив театра «Бенефис». Одними из первых поздравляют художника не только с открытием новой выставки, но и с днем рождения. Елена Борисовна приложила свою руку к созданию декораций для многих спектаклей «Бенефиса». Сами актеры отмечают, что работа с Еленой Шарецкой – это как отдельный вид искусства. Как сказали многие здесь присутствующие люди, что в каждой картине можно найти что-то такое очень близкое, душе. Прямо вот родной какой-то берег Камы или какой-то предмет, который ты видел где-то, может быть, в доме Елены Борисовны, может быть, у нее на даче. Или где-то просто в городе в нашем. В городе, да. Или вот здесь есть картина, работа, где вот арка, вот прямо в этом доме вот здесь арка, и она вид на другую арку. Тоже вот город Березники, вот прямо перед нами. На открытии выставки присутствуют коллеги по цеху, семья Елены Борисовны, а также просто люди творчества, которые после увиденных работ однозначно вдохновились. Первое, что вот ассоциация, когда я увидела ее работы Елены Борисовны, это какое-то чувство, то есть умение запечатлеть чувство, через чувство прекрасное, если так можно сказать. То есть масляные работы, очень много оттенков, красок, таких сочных, нарядных. То есть, когда, например, грустное настроение или пасмурно за окном, просто приходите на выставку Елены Шарецкой, настроение поднимется на 100%, насколько вот радость, радость цвета. В стиле Елены Шарецкой узнаешь из тысячи. Например, в Березниках известен такой подход художника. Из, казалось бы, самого простого предмета сделать произведение искусства. Например, списанному манекену Елена Борисовна придала совершенно новый, уникальный вид. А оно по-разному. Сегодня мне хочется рисовать маслом, завтра мне хочется шить, вышивать, послезавтра мне попилить, поколотить. Поэтому оно как-то вот одно, другое, третье. И поэтому мне нравится вот моя работа, потому что каждый раз всегда все разное. Елена Шарецкая была вдохновителем первого проекта «Родня», о котором мы рассказывали в 2022 году. Именно из ее уст прозвучало полюбившееся и теперь знакомое многим название «Родня». Помимо всего прочего, для Елены Борисовны это и юбилейная выставка. У нее есть целая серия работ на этой выставке про город Березники. А театральность прослеживается в любой работе, но и в самом выставочном проекте, потому что тут создана такая прекрасная инсталляция, просветила. И Лена как раз сама именно этой инсталляцией внесла некую театральную нотку в свой выставочный проект. Напомним, выставки проекта «Родня продолжения» проходят при поддержке Краевого министерства культуры. А увидеть, понять или найти для себя смыслы в работах Елены Шарецкой можно до 4 июня. Успевайте. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова